всем привет уважаемые зрители и любители киберспорта сегодня для вас будем показывать турнир замечательный master of the sword категория на соло уже одна шестнадцатая играет у нас тони круз и казах карта у нас тоже замечательное под названием станции транслировать бой будет дмитрий 55 но комментировать я антон чертика и тик и мой напарник же не беде беде да всем привет ребят привет чертик и у нас получается станция ну вроде как хочу заметить что играет уже казах на хоре на хорьке а то не будет на вас пи интересно не знаю даже самый смелый у нас помню кориельщики одевали всегда вас под 1 1 как мне статистика показывает потому что все-таки вас быстрее будет проще уклоняться от рельсы хотя посмотрим оба очень и очень мощные скиловики играет на рельсе уже больше пяти лет на играет в кланах тандеме везде показывают очень хорошую игру это это все ты утверждаешь как бывшие капитаны да да даже не могу сказать вот кто будет сильней ну раунд начинается посмотрим кстати тони не замечает и дешечку и казах его салет заберет т.д. и сейчас будет тяжело то них до дропа больше по пока нету надо одну выдавать как минимум казах его надеюсь казах его не увидел то не отличный рису выдает есть аптека на центре которую казаху надо пас попробовать еще забрать она дышка может и спать сейчас быстро интересно что то ли как-то рискует непонятно зачем да очень интересно он будет дождаться все-таки спады т.д. и в итоге мы флоу казаха видим на броне это стопроцентная доставка должна быть то не как-то непонятно поступил в этой ситуации он вел казах еще дал одну рису тони уау просто четко казах сейчас исполнил успеет ли то не забрать дэдэшечку но успевает да выдает все таки показал будет отправиться на исты пока что еще можно реабилитируется ну здесь казах а дэли и таинца так ну не ладно неплохо вот они есть нитра предполагаемые не даром куда он скорее всего и не возьмет пока что знаешь вообще по прошлым прошлом боям насколько я помню какой минус в исполнении казаха и в принципе здесь минус роли не гает микрос это даже за счет он ну и что казах долетается сразу же потому что выпадает уже дэшечка у то не не попадает здесь да ну то не больше промахов чем у казаха ну по крайней мере сейчас будет и аптечка на центре у нас уже падать все-таки две минуты прошло и то не надо собраться до 2 за контролем ойх 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 хорошо то не молодец она пообщались мы кстати 100 не кроссом перед игрой и он сказал у него некие проблемы с пингом то что немножко подвисает ну вроде как попадает там правда есть аптечка и казах не попадет промахнулся он такие то не будет прорезанным теку хорошего контроль полный происходит теперь дотащить флажок можно успеть законтролить и какой неприятный респ у казаха но то не здесь понимает что нужно прямо лететь на флокшток и даже если две рельсы даст а казах даже не попал по моему да хорошего хорошего ворота тони все таки получил одну рельсу на ддху хороший прострел и дд последний достается тони 1 на 1 у нас на табло ну все видимо почувствовал тони как играть потому что неплохие рельсы вот были от него буквально он супер супер неплохо уникального нет все таки ддм и тебе было бы странно если бы например выдержал двойную да интересно то не видит респ казаха ухоу просто просто умничка как он это делает да 21 на табло то не реабилитировался как хороших посмотри что это варить я просто угадал парень вообще рельсу и что ай ну тут очень обидный промах в принципе надо доливать что и происходит дд можно еще отжать вражескую как коварно кстати очень интересно смотреть вот когда вот такой уровень игры показывают ребята это такой перестрел там и еще что это вообще очень нравилось как то не кросс в принципе эти два флага прям очень красиво довез исполнил свою ддшечку просто на все сто да будет его наверно казах доливать нет все таки прострел не выдает там у него есть ддшка то они неверно выдал рельцу зато вернулся от казаха а но есть аптечка и дашка что сделать казах так то не мне кажется это заберет дашку хотя бы ну ему надо очень рисковать хорошо над делает отвлекать промахнулся ну было бы интересно если бы например сбил все-таки казаху траекторию и забрал аптечку ну а на принципе ничего все у нее закончилась ддшка и сейчас тони а у тони будет ддшка еще неплохо и есть нитра за метро он наверное не поедет ай-яй-яй увернулся все таки вас стоял и казаха надоливать и хочу отметить вот сейчас казах дал неплохую рельсу да ну пока что казах все таки у нас проигрывает по флажкам и нужно тони 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 на одно остается кто-то попивает чаек да кто-то нас хлюпает прям одну выдает можно кстати билеты у нас не запрещены в принципе хотя по мнению киберспортсменов 11 играя делить нажимать такое себе когда я сто процентов здесь казах долетается потому что у нее ддшка и тони сейчас на не 3 может как-то дать эту рельсу казаху хорошо хорошо выжидает не успея наверное успеет нормально это хорошо хорошо действует пока что у нас тони вторая жена не проскакивает казаху вернулся берем внизу и казах будет выжидать своего противника так ну то не падает и тэшку наверное не замечает или замечает а чужину был минус еще и промахнулся на стоне казах подвигается на 2 дд и это может стать плачевным для тони но если казах сейчас заберет дашку и аптечку то тогда уже будет плачевно для тони кросс ну у тони и сейчас буквально миллисекунда что перебраться за ящики а там уже да и броню забрать и в итоге нет может может забираю будет спокойно это делать можно до сливать это уже не доставка немалочка еще вернется какой молодец счет у нас 342 и тони сейчас будет на тэшке на дашке ушел из и миллиметры вот эти пиксельные прострелы как они мне нравятся и когда танк в танк въезжает сейчас заставляет волноваться противника так ну чё у нас просто остается одного падения дропа тони успеет сливать а у тони ну как этот парень вообще-то делает расскажи мне может подробнее об этих игроках раз ты с ними давно знаком ну тони очень старается именно соло там тренируется каждый день создает карты даже когда турнира не было в принципе тони все равно создает там один на один тренируется там зоны и другие карты а казах он такой более клановый игрок играя только в принципе тквшки 6 на 6 там все такое и рандом максимум 2 на 2 а вот чтобы он соло играл вот честно этот сезон меня удивляет угу ну довольно таки неплохо сейчас отыгрывать тони увернулся от рельсы дд еще раз подхватил и вернул свой флаг и счет 5-2 на табло ой хороший подстрел где-то в лесу закричал в горло у нас казах ну почувствовал все тони мне кажется свою игру вот как вначале он начинал не сильно уверенно а вот сейчас вот минут пять уже очень круто отыгрывает остается минута ну что за минуту даже если будет нитра только за все равно не успеет он успеет счет станет 6 3 в принципе да и и ткани ну возможно стоит переодеть на следующий гранд все таки вас по казах вообще часто играл на васпе ой он вообще не играл на васпе да ну не знаю я бы предпочтел все таки вас по даже если плохо играешь по скорости возможно лучше будет я знаю у него брат есть он играет в нашей команде в клане вудс может слышал лест ну конечно ну правда не официально но он знает знаешь правда можно подсказать ему ну брат то есть они живут вместе но не часто воспользоваться нечестностью да ну тут видно посмотри даже пол пашки в принципе понятно все да да очень часто дд то не подхватывал казах в принципе вначале лидировал насколько мы видели а дальше он скатился чуть-чуть и вот то не со счетом семь три по флажкам переходит во второй раунд это напоминаю уже одна шестнадцатая поэтому стоит задуматься о серьезности боя ну да вот буквально минуты две да вот начало было за казахом можно даже это сказать точно потом что-то тони даже на одну начал тащить там простреливать почти нереальные рельсы с одной карты на другую половину да кстати кто не в курсе то у нас вообще в конце каждой трансляции проводится розыгрыш так сказать бонус для зрителя за его внимательные просмотр матча и так далее для того чтобы принять розыгрыш Женя расскажет вам правила розыгрыша да смотрите идёт идёт примерно последний раунд боя и тут такая табличка форма прям в ютубе вас высвечивается и вы должны заполнить и вы должны заполнить как я помню да уже заполнять же там да таблицу вроде да ты представляешь да вот так я знаю правила там то есть мы говорим форма в чатике и вы должны быстро заполнил кому мы рассказываем послушай ну оказывается тут все уже знают кто первый раз обязательно подписка на канал да и настройки приватности ваших подписок так чтобы мы посмотрели подписаны ли вы на нас потому что мы же мы доверяем как говорится ну надо проверять вот так же сейчас у нас провели идет еще трансляция кто не в курсе и играет у нас тоже ребята в соло турнире моц кене против адвоката не менее интересный бой очень здесь например нас пришел поболеть да наверное за то не может за казаха варик пятна присоединился за своих соклановцев а не ну казах то не не соклон не бунцах его брат брат хорошо а казах играет за эпик варс сейчас хорошо ты совершенно прав как с тобой можно поспорить так смотри розыгрыш хотел сказать гранд начинается то не уже на фулах между да 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 и казах принципе надо дышкой здесь можете зарешать хотя в минус только если в минус кинет его прострел дается обоюдным мало очков вышло как дт на нервы действует друг другу когда раскачку делаешь там обманочку туда-сюда и получается что в итоге смотри здесь там еще аптечка мешает и одному и другому вот кажется вот то не ближе к аптечке сейчас он это понимает он может выдержать даже собьет понял да но то не может тащить тащите еще флаг так же он хорошо играет прям четко прямо четко конечно может быть это зависит еще и от вас потому что может где-то казах не преуспевает вот они сейчас принципе может выдавать рельсу здесь как только он ловит а вот писарами как-то сделал ну а сейчас не очень специально сейчас проблемы могут у то нибудь я не происходит этот он поддавки сделал какие-то мне еще не такой катался там возле танков отбитого и в итоге 11 у нас по раундам по счету шикарная рельса это не риса было бы не знаю вот это плохо для казаха смотри то не сейчас попал спеши то не надо настолько сильно что у нас там варьер ответил за кого варьер сказал за хорошую игру ловит рису все-таки тони но он поспешил ну сильно поспешил куда же ты летел парень теперь у нас казах на фулах и аптека не скоро конечно будет ну вот сейчас спасать то не кросса это дэшка как же шикарно да да и смотри там еще заберет вражескую дэшку и немножко отвезет казах может словить его на этом ну не знаю что то не буду ему то не вообще в объезд делает казах будет ждать своей очереди хотя и аптек ух ты шой как красиво да 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 вообще заявочка сейчас вот друге как еще еще раз сливают 21 а как же приятно что в моем клане играют такие скиловые игроки как то не кросс да есть та самая заветная аптека то нехорошо сделал смотри дропа не до карте аптека выпадает это кстати понимает обидно на одно остается казах идут проблемы его начнутся либо он сольется нет мне кажется он здесь умрет хочет выдать тони наверно одну все-таки ой умернулся тогда дэшка ну кто не переигрывает здесь принципе смотри только аптека была забрана забрана и сразу нас выпало броня по идее принципе по таймин показать свои эмоции как мне нравится игра тони кросса и могу показать свои эмоции оба сейчас просто кричал крикни крикни как дэдпул лет пока что сейчас крикну и тони сольет или два раунда ну тони кросс молодец 3 1 да да ловишь от парады две рельсы в молоко казах казак да сливал тони упущение немножко от него но шансы есть да 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 в принципе здесь это не может успеть тот тоже дэшку подхватил хорошего изменить это неплохо неплохо а то не успеем можно впевать и не успевает он ой и ну зря 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 от это тоже чуть-чуть все проблемно надо же джд дорога спасет ли тебя сперва вкус о казах и смотри не травма вас пик что будет показать метро вас пик раз два три он уже на центре и доставит свободно флаг правда там аптечка и казах это увидел я думаю и поеду это не вообще выстрел в казах насколько я заметил минимальный прострел не прошел аптека была забрана еще раз выдать надо ну казах знает про это ящики как там простреливать да интересом какая общая сторона сильнее потому что читает немножко не понимаю поэтому то не сейчас обьет даже казах ну казах как минимум получит еще одно рису и довезет флаг если тони там как-то прям не заскилуют что что он что ты делаешь что ты натворил в принципе 11 на 2 уже нет нет тут как бы опасно если добавить с респом повезло скажем так ну просто какой был прострел то не пожалуйста не все ящики очень что не повезло казах вообще другой стороне карты еще и дал успел рельсу вот это отлично ну и смотрите секунды уже на базе казах с эти дыды оставляют знает что тот на одну промахнулся и это довоз не что ты делаешь как как-то эти прострелы творишь парень да это тренировки там варик играет может на аккаунте кстати да что это было только что твоя 5 у нас пролежает на жду дороги прострельщик шикарнейший просто я считаю то не может взять бы не было обидно для казаха все я я отказываюсь просто смотреть этот бой уже ну да здесь стою начал что-то казах начал как-то подсливаться вот он вначале как-то идет уверенно немножко потом раз а то не увез два флага все даст одну минус этап еще аптечка да 6 3 что можно сказать тони делает нереальную игру надеюсь что мы посмотрим на 4 раунда все-таки а то и на пенальти ну это уже мы касса нам приятно ну видно что то не как-то более подготовлен к дропу особенно вот он неплохо его контроле ты и на дэшке делает вообще чудеса просто варик сейчас нам в чате подсказывает что это все стандартные прострелы варик если вот это стандартный прострел то я не знаю конечно чему каким тренировкам на варик то уже вроде соло слился не в курсе я знаю вроде когда у вас не не в 3 а в тандеме живой тандеме да она не там в 1 4 или в 1 8 не помню так насчет у нас становится 74 принципе кто не все устраивает это 20 в раунде здесь ничего интересного я думаю в этом раунде уже не будет ну как же шикарный пострел и потом нарезку сделать просто хайлайтов карте станции хочется посмотреть кстати игру адвоката с тони кроссом интересно какой они карте будут играть ты уже казаха похороним как будто часто додут ну тут заметно что слабее немножко совсем чуть-чуть хорек уступает я все считаю что это все в дело в харьке не даже не в руках а в харьке если бы он надел вас по хорошо я тоже так думаю что принципе на хоре как-то и то что медленнее но может где-то не достреливает просто некоторых моментах ши секунд вот он еще и успевает 7 4 2 0 уверенная победа в этом раунде для тони кросса и ему нужно хотя бы ничья в раунде да совершенно верно кстати у нас будет после этого боя еще тандемный бой сегодня это тандем рекрут 53 и тандем сергеевича в 9 часов будем показывать так что не забывайте кстати вот интересно как там играет адвокаты kenya я думаю ты сможешь глянуть и рассказать нам всем эту интересную информацию хорошо пока что ребята контролируют андроп принципе можно зайти на youtube и посмотреть галактика нам подсказывает она подсказывает что она любит писать транслитом непонятные роли а кения ведет я кенни выиграл уже пишет галактика нам смысле все выиграл уже как-то выиграл в общем первый раунд кенни у нас победил второй раунд ведет он до сих пор и посмотрим тоже а я сказал хочется посмотреть уже бой между адвокатом да ты смотри сейчас еще казах выиграет и кенними будет бой казах и а ты хотел не адвокат смотреть а ты вот ну ты же они ну Так Что у нас там уже дэлит? Еще нет Надеюсь нам скажут Как там еще будут играть Второй раунд Киня против адвоката У нас дэлит происходит И Тони нужно сейчас тащить Чтобы не было Три четвертой Карт Ну вот и казах промахнулся Тони в принципе может выдавать прострел Хороший прострел Я считаю Ну забрал дэшку и то нормально На этом и конец Ну-ка смотри казах успеет интересно А нет то не здесь разберется Знаешь вот в эти моменты всегда очень сложно сказать Какой именно момент Когда ты пытаешься за углом завернуть Или выезжать из-за угла На упреждение давать рельсу Ну то есть Ну ты понял о чем я Да И вот этот момент Он всегда такой шаткий Если противник тоже скилловой В общем разный момент бывает И ты как бы думаешь Что сейчас уже самое то время А он прям таком Последний миллисекунд выбирает И выдает все равно успевает И это конечно обидно всегда Казах вырывается Взбивает рельсу Тони казаху И вот это неплохо Вот это было сейчас Ну здесь правда Тони тоже не попадает Ну тут казах конечно Топичкой да Ну ладно Не волноваться Вот они и есть кстати ДДшка И все таки казах успевает Дать эту рельсу И вторую даже Неплохо казах Тони в чате пишет Все гг Так Ну Тони не трогай Давай покажи силу мощь Васп Так неплохо Вау Вот 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 тебе и вас Как он успевает это все делать Да не успел рельса пройти по корпусу Зато пятая точка Тони успевает все окрестности Собрать на этой карте И он и у нас счет сравнивается В принципе 1-1 Сейчас надо переиграть казаха Выдать одну рельсу Хороший простил мог бы получиться Вот тут то не надо увернуться Хорошего А он увернется Что этот парень творит Вот ну кстати Рельса не прошла Казах пишет у нас Я тоже думал Что казах вроде как Первый на рельсе И Тони Слева Как-то странно было О, кстати, форма у нас уже в чате Так что начинаем заполнять Тони у нас Ой-ой-ой, смотри, резко Как у казаха Это очень плохо для казаха Хорошо, шикарно Он даже не стал забирать дашку Потому что пока ты ставит И наверное даже успеет Нет, не успеет, казах должен О, не ладно Ну как это Здесь уже никто ничему никому не должен, видимо И сейчас он успеет Тони просто едет как мясорубь здесь Просто Туру Рельей Одной рельсы 30 секунд Лупит казаха на респах Это называется Издевательство Или как Покорить соперника За 30 секунд Правда вот казах Сейчас на двойных И Вот у него Распадает Что у нас будет Казах здесь может Кстати Доставить легко И то не понимает Что у казаха ДД будет еще долго Он должен как-то Убегать А он сбивает Даже убегать не надо О, да Тони Да Это, это знаешь Этот бой Вообще повтор Надо смотреть людям Кто хочет От Хориэли Получить массу Просто шикарных моментов Вот прям Кайфануть По полной Надо смотреть Повтор именно Этого боя И прострелы Конечно Здесь всегда Чумачичи Да Ну и смотри Казаху Нужно уже Как минимум 5 флажков Поставить Ты в это веришь? Я верю в Тони Я тоже думаю Что здесь уже Никак Слишком Я верю в Тони И Кенни Давай так Кенни? Вау Да Чтобы твои предсказания Не сбылись Например Хорошо Ну Так Тони здесь промазал Забрал ДДшку В принципе Ладно Отработал На 50% Хорошо И смотри Второй раунд Выиграл Адвокат Да Интересно С каким счетом Хотелось увидеть Какой пострел Тони Все таки показав Есть еще кстати Броня на центре И ее можно Законтролить Тони В принципе Может Ну вот Слишком много Выжидал У него в принципе Целое хп Можно было Рывком Выезжать Собственно Произошло Как мне нравится Вот эти движения У вас Пикатоне Вот это плавное движение Как бы я не пробовал Так чтобы получилось Чтобы вас Так прям идеально Есть Вот так надо Руки тренировать Сильно Чтобы он прям Зажигать И поднимать Ой как Ой как Хорошо Полу-минус Неполный минус Но все таки Прострел есть Правда У казаха Есть ДДшка Но здесь Тони Выдержит Как минимум Две А Заканчивается Дашечка Подсказывает Что Второй раунд Даду у нас Выиграл С счетом 6-3 Разница в 3 флажка А первый раунд С каким счетом Если можно Будь ласка Инфу Предоставьте Ну Так Остается А Казах Выдержал Рельсу Выдержал Неплохо Ну Иди Сливай Это Что Будет С Респоном На Вражеский Чтобы Вернуть Да Ты бы Поехал Не знаю Я бы не успел Кстати Но Тони Не трогай Был Может быть Даже И успел Вернуть Он Понимает Что Есть Ддшка Вау А казах Что здесь Делает Утон Еще Стре Прострел Возврат То был Но Возврат Будет Как Он еще Попал Как Он Уже Здесь Играет Он Понял Как Играет Казах Он Уже Читает Его Принцип Полностью Потому Что Он Его Читает Он Понимает Как Какие Движения Будет Делать Казах Он Полностью Понимает 5-1 И Казаху Нужно 6 Ложков Ладно 5 Снова 5 Но 4 Нет 5 Все Таки У нас Ничто Не Подходит В этом Раунде Ну Зная Тони Ты Допустил Что Он Возьмет И так 5 Ложков Пропустит Мимо Корзины Зная Тони Да Он Может Вылететь Свободно Может Залагать Просто И Все Казах Я думал За 2 Споловиной Минуты Успел Просто Доставить На Пустой Карте А Если Конечно В Игре То Конечно Жить Нет Слишком Какая То Большая Карта Чтобы Увозить Очень Быстро Подсказывает Что По М Первый Раунд У Четыре А Второй Прыграл Получается С счетом 63 Ну Довольно Одинаковый Раунд Да Пробязательно Так Правда Не в один Сложу К разнице Тоже Достойно Вот Вот Это Казаха Наконец Топовые Прострелы Есть Ну И Дтречка На Свою Базу Да У Тони Проблемы Могут Сейчас Будет Хорошо 5 3 Ну Нужно Еще Как Минимум 3 Флажка 3 Флажка За Полторы Минуты Есть ДД На Карте Есть Нитра На Базе Портивника А то Не понимает Что Нужно Постоять Подождать А Казах Уже Нет Времени Просто Ждать Ну Казах Ну Еще Сбил Рейс Хорошо В трубу Уехала Рейса У нас Если Ты Прострел В этой Систенке Есть Прострел Да И Тони В него Как Растик Дает Как Тони Главное Движение Тони Очень Красиво Кстати Подсказывает У нас Смотрят Сегодня Именно Нашу Трансляцию 165 Человек 165 Прекрасных Людей Прекрасных И Один Самый Прекрасный Человек Половина Водцев Тут Смотрят Да И Половину Эпик Гвардс Это Все реклама Понимаете Реклама Бренд Адвоката Адвокат Не Смотреть На Казах Тони Не Понимает Зрители Так Что Смотрите Наш Бой 33 Ну Сейчас Варик Позовет Своих Друзей Школьников Чтоб Все Заглянули И Побили Рекорд Трансляция Если Варик Меня Слышит Давай Хотя Уже Поздно А че У нас Розыгрыш Бой Да Конечно А ВК Мы Будем Разыгрывать Что Сегодня 200 Тысяч Кристаллов Причем Подписку Точнее Не Подписку А Репост Должны Были Делать У нас Вы Товарищи До 20 00 То 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 На Чего Трансляции Должны Продолжение следует...